доброе время суток с вами программа азия большая игра я ведущий давид эдерман а у нас сегодня в гостях по скайпу из армении армянский независимый журналист наш постоянный эксперт давид петрасян здравствуйте давид здравствуйте давид ведущая но поскольку мы с вами оба тезки зрителям снова предлагаю загадать желание поскольку они находятся между двумя давидами а вопрос у меня сегодня такой я вот открыл новостные ленты и у меня там сообщение армения сообщает о скоплении азербайджанских войск армения сообщает что азербайджанские войска находятся на армянской территории армения готова применить силовые методы если азербайджан срочно не уберет свои войска с другой стороны я вот сейчас перед вами в эфире поговорил с азербайджанским депутатом россии мусабековым и он мне говорит да ничего такого нету мы просто со своей стороны границы находимся у нас пограничники ходят их видят армяне и просто у них выборы поэтому они нагнетают истерику что происходит и ответьте так чтобы это было понятно людям вне армении и азербайджан 9 ноября прошлого года в результате подписания трехстороннего соглашения между москвой ереваном и баку завершились боевые действия в нагорном карабахе и в регион был введен российский миротворческий контингент который раз расположился между конфликтующими сторонами в самом нагорном карабахе 23 поста там и он же контролирует и лачинский коридор связывающий армению с нагорным карабах вот каких-либо демаркационных людей или делимитационных работ между армией и азербайджаном не проводилось но в период до конца 2020 года на так сказать на географической границе по советским картам на юго-восточной границе армии были проведены так сказать не демаркационные делимитационные мероприятия а были приблизительно определенные линии через которые в общем стороны не будут не будут пересекать и в некоторых случаях на спорных участках спорные участки там заняли российские пограничные подразделения чтобы не было каких-либо боестолкновений но 12 мая в ночь 12 на 13 мая группа азербайджанских военнослужащих проникла на территорию армии в районе южного марза сюник приблизительно на три с половиной километра в глубину и расположилась на берегу двух озер севлеч и сагилич что в переводе означает черное озеро и гусиное озеро значит на советских генштабовских картах 1980 года эти два озера делятся следующим образом приблизительно 80 процентов этого черного озера принадлежит республики армении а 20 процентов азербайджан и соответственно то же самое и гусиное озеро значит эти озера являются пограничными как нам сказал являются пограничными высокогорными и находятся на высоте свыше двух с половиной тысяч километров и для армении это очень важные озера в том плане что там сосредоточен довольно солидный запас пресной воды то есть второй после озера сева из естественных водоемов и это особенно важно сейчас после того как сошел снег в горах правильно да да и вот значит азербайджанская сторона что и она объявила что она там какие-то фортификационные работы собирается делать и так далее но она проникла на эту территорию из-за того что после окончания боевых действий армянская сторона не не успела обустроить этот участок границы вот естественно возникает вопрос почему армянская сторона не использует силу хотя она имеет полноправное использование силы в этой ситуации на мой взгляд это объясняется тем что в данном случае если мы начинаем применять силу мы ставим в очень непростое положение москву который является посредником вопросе урегулирования в нагорном карабахе там размещенные миротворческий контингент то есть если мы начинаем применять силу азербайджан в ответ тоже применяет силу и россия как союзника армении вынужден будет подключиться к вопросу защиты границ то есть вот такая ситуация создается и мы ставим ставим под вопрос миротворческую миссию россии в карабахе тем более что географический место где была нарушена граница и нахождение российского миротворческого контингента географически очень близки вот такая ситуация поэтому по согласованию с москвой армения выбрала политико-дипломатические формы воздействия на ситуацию но не отказываясь при этом полностью от военных в частности по сообщении министерства обороны вооруженные силы армении взяли под контроль те коммуникации которые связывают азербайджанских военнослужащих находящихся на берегу озера и так сказать азербайджанские подразделения на их небольшой земле будем так говорить кроме того следует отметить что 16 мая в азербайджане начались достаточно крупномасштабные учения с боевой стрельбой в которых принимает участие 15 тысяч военнослужащих а 17 мая начались учения в нахичеванской автономии где принимают участие нахичеванской армии то есть это все происходит вблизи южных границ армении с двух сторон с восточной и западной в ответ армения проводит учение первого армейского корпуса и на к южным границам армении переброшены подразделения российской военной базы которая дислоцирована в армении и усиленные пограничные наряды вот это вот такая ситуация довольно таки сложная и сегодня поскольку армения обратилась в организацию договора о коллективной безопасности сегодня в душам б министр иностранных дел о дкб обсуждают этот вопрос армения запросила консультации согласно второму пункту договору о дкб вот так сказать масками общая ситуация вопрос а насколько влияет сегодня на эту ситуацию вот ну российская российская позиция и какова она в данном данной ситуации российская оппозиция заключается в том что азербайджанские подразделения которые пересекли границу должны покинуть территорию республики армения вот и одновременно россия предложила армении азербайджану свои свои посредничество в вопросе делимитации и демаркации границ по картам российского генерального штаба да скорее всего то есть по каким картам в этом предложении не указано потому что есть много разных карт не на имеется ввиду карты которые были приняты при принятии последней советской конституции по моему семьдесят пятом году и которые сохранятся в москве в российском генеральном штабе ну возможно но дело в том что в тот период мы все были в одном государстве и в административном порядке принимались решения каких об обмене каких-то территорий там какие территории мы уступали азербайджану в рабочем порядке какие-то территории они уступали армии то есть это довольно сложный и нудный процесс это во-первых а во-вторых если действительно азербайджан примет такое предложение со стороны москвы то тогда сложится довольно уникальная ситуация почему уникальны потому что делимитация и демаркация границ обычно происходит между странами которые имеют как минимум дипломатические отношения у нас с азербайджаном дипломатических отношений нет поэтому вы представляете насколько сложным это этот процесс будет а один момент добавлю что 8 декабря прошлого года президент армении армян сарки сам написал письмо президенту российской федерации владимиру путину в котором он попросил россию быть посредником при процессе делимитации и демаркации границ с азербайджаном то есть как бы армия выразила свое согласие по этому вопросу еще до того как россия сама с этим согласилась насколько я понимаю демаркация границ у армении не проведена даже с грузии до сих пор с грузией ситуация другая там осталось согласовать всего лишь несколько сот метров то есть девяносто девять и девять десятых процентов работы завершимы но окончательную точку не ставят обе стороны по политическим мотивам есть какие-то вопросы которые армения хочет согласовать с грузией до завершения процесса делимитации и демаркации границ а если процесс с азербайджаном пойдет особенно если он будет не прямое через российское вмешательство то это процесс на десятилетие да то есть если бы даже этот процесс происходил при наличии дипломатических и нормальных взаимоотношений между обеими странами во всех случаях это был бы процесс на десятилетие а вопрос в армении в армении сейчас идут выборы есть ли хотя бы одна политическая сила которая говорит что нам бы надо установить дипломатические отношения с азербайджаном или такой политической силы просто нет значит значит ситуация такова азербайджан декларирует что якобы он готов к установлению мирных отношений с арменией межгосударственных и одновременно предъявляет к армении территориальные претензии причем это делается на уровне президента страны свою очередь армения полагает что пока нету политического решения по статусу нагорного карабаха и не только нагорного карабаха еще и отдельных деревень на границе армении азербайджана которые тоже пока находятся мы опять вернулись к вопросу делимитации и демаркации я просто уточнил я не в ту не в другую сторону просто говорю что есть спорные мягко говоря территории в этой ситуации естественно что разговор о том что давайте установим дипломатические отношения явно преждевременно и не был бы понят в общественном мнении ну окей вести мирные переговоры да это другой вопрос вести мирные переговоры есть ли хотя бы какая нибудь сила которая требует то что есть силы которые требуют там вернуть территории назад этот реваншисты которые хотят новые войны это всем известно из новостных лент насколько они сильные я не берусь судить я вам наверное об этом спрошу а есть ли силы которые говорят что нужен мирный процесс установления дипломатических связей дипломатических отношений значит ситуация приблизительно следующая что основная та часть сил которая скорее всего пройдет в парламент хотя это как говорится сейчас такой этап когда очень трудно выдавать какие-то прогнозы они являются сторонниками того что должны быть выполнены все пункты соглашения от 9 ноября прошлого года и 11 ноября этого года ну не соглашения трехсторонних заявлений а кстати говоря в этот пункт и входит тот момент что Азербайджан должен освободить армянских пленных и прочих удерживаемых лиц чего он не делает по различным причинам ну я сейчас не буду вдаваться в эту часть Армения по крайней мере в этом пункте Армения выполнила свои обязательства вот поэтому то есть я хочу сказать что те политические силы которые окажутся в парламенте они согласны с тем что это соглашение это заявление должно выполняться по всем пунктам то есть речь также идет и о разблокировке коммуникаций которые тоже там есть вот а радикалы да они есть но их шансы на прохождение в парламент ну по моей личной оценке пока они незначительны пока они незначительны пока они незначительны при выборной кампании и кто основные конкуренты а Пашиняна если они есть или Пашинян безусловно выигрывает ну я могу сказать следующее что по моей оценке ни одна из сил которые претендуют на попадание в парламент они еще не все как говорится сформировались не получат абсолютного большинства голосов то есть 50 процентов плюс один голос никто не получит это более чем очевидно стартовые позиции были достаточно хороши у Пашиняна то есть по мартовским опросам у него было где-то 32 процента электоральный рейтинг по апрельским 27 я думаю что после этих событий на границе он тоже потеряет энное число сторонников но по-прежнему он является той силой которая может набрать относительное большинство голосов вот второй силой относительно это больше чем конкуренты да то есть ну может быть в районе 25 процентов голосов может меньше вот но второй силой блок Армения который возглавляет второй президент Армении Роберт Кочарян ну пока 8 процентов вот такие цифры будут и другие силы но окончательная картина кто будет участвовать в выборах праздница только 26 мая когда партии подадут списки на регистрацию в центральную избирательную комиссию а сами сама предвыборная кампания я имею ввиду агитационная фаза продлится всего лишь 11 дней с 7 по 11 июня извиняюсь по 18 июня всего 11 дней вот и она будет очень скоротечной и хотя она будет скоротечной она тоже может изменить расклад сил то есть те кто сейчас имеют ну предположим 3-4 процента они могут повысить свои возможности но пока если судить по общественным настроениям очень великое число тех избирателей которые не определились может быть даже половина по своей базовой профессии то есть чем я зарабатываю на жизнь потому что передача у меня хобби я пиарщик и вот глядя на ситуацию такой я могу сказать что Пашиняна вряд ли может победить представитель карабахского клана кочерен который ассоциируется с тем что было до того то есть это не новое это то что было старше старого да и вопрос тут может ли оппозиция выдвинуть какой-то новый тип который сегодня новый типаж который будет сегодня приемлем для армянского общества может ли ну тогда это будет третьей силой способной победить и какой типаж в каком типаже сегодня заинтересована армянское общество армянское общество армянское общество сегодня на мой взгляд заинтересовано вот именно больше всего в третьей силе но по большому счету мощного и сильного кулака те политические структуры которые могли бы претендовать на третью силу на роль третьей силы они пока не сформировали ну причин много и финансовые вопросы медийное сопровождение и так далее но я лично считаю что что может так случиться что эти выборы не выведут страну из политического кризиса то есть понадобятся наверное еще одни выборы то есть я вот такого сценария тоже не исключаю возможно ли сценарий что это в ситуацию в Армении ну вмешается кто-нибудь из представителей армянской диаспоры с большим кошельком и желанием что-то менять вы знаете что на моей памяти за 30 лет независимости такие люди повсегда появлялись на горизонте но ни разу никто из них не смог сыграть решающую роль даже несмотря на наличие тугого кошелька вот то есть Армения в этом отношении не Грузия где Иванишвили смог сыграть свою роль ну по крайней мере по положению на сегодняшний день такую я такого кандидата не вижу такой такой фигуры нет то есть может даже так получиться что те структуры которые имеют наибольшие финансовые наибольшие финансовые ресурсы они могут не оказаться в числе так сказать лидеров такое тоже бывает у нас хотя это как говорится немножко странно но так вот бывает и последний вопрос ваш большой друг и наш большой друг я имею ввиду Раджепель Заган последние дни у него истерика по поводу израиля и вот я недавно видел вчерашнее или позавчерашнее заявление где он сказал что Байден вот он ответственен за гибель палестинцев у него руки по локоть в палестинской крови и этими руками он типа нам предлагает вспомнить об армянском геноциде и ну вот предложил свой вариант решения проблем Израиля ну прежде всего он потребовал отнять у Израиля Иерусалим и ввести в нем какой-то атаманскую модель ну турецкую модель это управление Иерусалимом ну как это видите из Армении и обсуждается ли это или вообще нет в общем-то говоря этот вопрос не обсуждается потому что все что говорит Ардаган будем так говорить здесь к этому относится очень негативно то есть он рассматривается как враг глава вражеского государства но если серьезно говорить об этой теме я могу сказать следующее что вообще-то он конечно мечтатель он хочет восстановить Османскую империю и соответственно использует везде этот инструментарий в том числе и относительно Иерусалима ну да которого называют турецким городом да как-то он подзабыл что эта территория была еще под британским мандатом управления и что бы там ни говорили по крайней мере все что касалось Иерусалима у британцев тоже были успехи в управлении но сегодня совершенно другая ситуация мы знаем что если речь идет о статусе Иерусалима то на этот счет есть решение Совета безопасности ООН и должны быть проведены специальные переговоры на этот счет и какой-то модели Совет безопасности ООН на этот счет не представлял поэтому я лично как я не являюсь специалистом в этом вопросе нет я просто говорю как в Армении рассматривают вот заявление Эрдогана опять-таки истерики Эрдогана по отношению к Байдену они во многом связаны с признанием с тем что американский президент не в первый раз по-моему употребил это словосочетание геноцид армян что для Эрдогана неприемлемо будем так говорить потому что наши отношения с Эрдоганом я могу их объяснить у нас есть ответный тост что мы готовы рассмотреть предложение Эрдогана в тот момент когда он вернет собор святой святой православной церкви константинополь грекам арарат армянам ну и потом мы готовы с ним поговорить об этих вещах да но но не это я говорю просто истерики Эрдогана по вопросу вот он все связывает допустим Байден и вопрос геноцида армян который для Эрдогана как-то вот совершенно его выводят из себя не только турецкие ну я думаю что это на самом деле речь идет о том на какой точке находится отношение Соединенных Штатов и Турции то есть это фиксирует заявление Байдена и это своеобразная неконфинциональная форма давление на Турцию со стороны Соединенных Штатов потому что заявление о том что это был геноцид может иметь еще и другие продолжения и Эрдоган это осознает поэтому он нервничает ну Камала Харрис еще в бытность прокурором Калифорнии поскольку она очень тесно была связана с армянским лобби в Америке она говорила возможности имущественных исков в том числе против Турции Вы знаете это очень сложный вопрос юридически но поскольку мы имеем опыт что Соединенные Штаты распространяют свою юрисдикцию за пределы своей страны то я ничего не исключаю я ничего не исключаю в этом аспекте в общем это заставляет Эрдогана нервничать так же как и сегодняшнее решение Европарламента которое опять потребовало Турции признать геноцид армян вот и относиться нормально к национальным религиозным меньшинством упомянув курдов и греков так же так что вот со всех сторон да товарища Эрдогана это есть спасибо Давид спасибо нашим слушателям с вами была программа Азия большая игра я ее ведущий Давид Идельман а с нами у гостя по скайпу был армянский независимый журналист Давид Петросян до свидания